Внимание! Соревнования, посвященные Дню Народного Единства, объявляют открытыми. 35 команд, состав которых это работники образовательных учреждений Ленинского района. Накануне Дня Народного Единства они собрались в Дворце Спорта Видное, чтобы необычным образом отпраздновать наступающий праздник. По замыслу организатора мероприятия, а им выступило Управление образования муниципалитета, лучшее воспитание подрастающего поколения – это личный пример. Сколько бы мы ни говорили детям, что полезно заниматься спортом, что дух соревнования очень полезен и правильен, и лучше выяснить отношения на спортивной арене, чем где-то в другом месте, мы можем добиться доброго результата, которого мы добьемся, и мы покажем, что мы сами не только разговариваем, но и принимаем участие в соревнованиях. Поэтому важно, что участвуют не школьники, а взрослые, педагоги и родители. Когда мы едины, мы непобедимы – так звучит девиз соревнований и неспроста. Ведь одним из условий участия было наличие в команде людей разных национальностей. Например, в состав команды оздоровительного центра «Дельфин» вошли представители пяти народов. Очень сплоченный на самом деле коллектив. Мы всегда вместе, всегда по одному звонку собираемся. Для нас это как бы, ну, и всегда друг за другом. Они сменили деловую одежду на спортивные костюмы, роль преподавателей на непосредственных участников. И на районном уровне принялись защищать честь своих образовательных учреждений. Самые активные сотрудники. И пусть они не обладают выдающимися спортивными достижениями, зато полны жизненных сил и желания победить. Мы готовились, мы тренировались, мы подбирали команду. У нас был большой кастинг, у нас много желающих сотрудников было, да, поучаствовать в команде. Выбраны вот самые быстрые, ловкие, смелые. Вот, очень радует то, что эти соревнования проходят в канун большого праздника единства, народного единства. И поэтому мы едины со всеми народами. И мы счастливы и рады. Атмосфера соревнований действительно дарила счастье и радость. Участники надеются, что такие веселые старты станут традицией. И в следующем году они соберутся снова, чтобы провести время с пользой для души и тела. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.